Людмила Варгальская ведет активный образ жизни. Регулярно занимается скандинавской ходьбой в тренировочной группе. К ней она присоединилась два года назад. С тех пор отмечает улучшение самочувствия. Потому что занятия помогают не только сохранять здоровье, но и поддерживать социальные контакты. Легкость и вообще желание всегда встретиться с девочками, пообщаться и ходить. И здоровье, конечно, улучшается. Воздухом подышать. В скандинавскую или северную ходьбу в Самаре преподают тренеры с шор номер два. Полуторачасовые занятия проходят утром и вечером в парках дружбы и победы. Тренировки открыты для всех, от детей до пенсионеров. При минимальных вложениях нужны лишь лыжные палки. Ходьба дает полезную нагрузку, задействуя большинство групп мышц человека. Палки дают возможность нам обрести вторую пару конечностей, как у четвероногих животных. И за счет того, что мы давим палками в землю, наши мышцы напрягаются. И к спине, безусловно, мышцы кора, пресс, косые мышцы, зубчатые, грудные мышцы обязательно задействованы. Плечи, руки – все это задействовано. За счет того, что мы включаем верхние конечности в действие. Этот вид спорта рекомендует тем, кто восстанавливается после травм, повреждений или перенесенных болезней. Особенно после коронавируса, потому что мышечная нагрузка в сочетании с чистым парковым воздухом положительно влияет на восстановление работы системы дыхания. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.